В Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе запустили серийное производство нового легкого коммерческого автомобиля. Приятно, что в этот год в 800-летии Нижнего Новгорода есть такое знаковое событие, как выпуск новой современной модели автомобиля «Газель» с символическим названием «ТНР». Инвестиции в проект составили более 3 миллиардов рублей. Со стартом производства нового автомобиля начался переход модельного ряда «Газ» от аналоговой к цифровой системе управления. Это переход в другую весовую категорию, это переход в другой уровень компетенции. Современные автомобили и требования, которые к нему предъявляются, более серьезные. Это система курсовой устойчивости, это сход с полосы, это контроль за состоянием водителя, оказание ему всевозможной помощи и так далее. Новая электронная архитектура машины позволила установить систему помощи при экстренной ситуации на дороге. Действительно, по-настоящему знаковое событие. Это не просто продукт, это платформа. То, что определит конкурентоспособность как «Газа», так и всей российской автомобильной промышленности. Это новая первая повестка цифровой экономики, цифровое производство. И мы здесь видим, как она внедряется прямо на наших глазах. Автомобиль нового поколения спроектирован конструкторами автозавода. Комплектуется шестиступенчатой коробкой передач и дизельным двигателем. Ознащен электронными помощниками и цифровыми сервисами. В дальнейшем будут также устанавливаться газобензиновые и электрические моторы. Сейчас владельцу машины доступен большой набор онлайн-сервисов. Система «Газконнек». Каждый потребитель автомобиля «Газель» имеет данную систему, может удаленно на смартфоне своем смотреть состояние автомобиля. Уровень топлива, температура двигателя. В будущем можно будет осуществлять запуск двигателя и подготовку автомобиля к работе удаленно. Дополнительно, с помощью наших сервисов, собственник, например, может следить за автомобилем, за его передвижениями, за расходом топлива, за манерой вождения водителя. И, соответственно, повышать эффективность своего бизнеса. Выпуск новой «Газели» стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов. В дальнейшем на платформе NN планируют создавать широкий модельный ряд автомобилей с различными типами кузова и вариантами спецтехники. Мы понимаем, что заходим в так называемый премиум-сегмент, там, где нас не было. И мы сможем конкурировать с иномарками, которые производятся за границей. Наш ключевой рынок России, но и также эта машина будет поставляться на экспортные рынки стран Европейского Союза, Турции и других стран. Продажи новой модели стартуют в этом году. Продолжение следует...